Видео представлено сайтом online-gdz.net номер 1163. Имеет ли система решение? И если имеет, то сколько? Итак, предметы схемы каждого случая, при которых система уравнений либо имеет единственное решение, либо система имеет бесконечное множество решений, либо система не имеет решений. Итак, смотрим нашу первую систему. 2x плюс 5y равняется 17, 4x минус 10y равняется 45. Составим отношение коэффициентов при x и y в начале. 2 относится к 4, как 5 к минус 10. Но равенство не выполняется, потому что у нас минус 10. Поэтому здесь ответом будет являться, что система имеет одно решение. x деленное на 5 минус y деленное на 15 равняется 1. 6x минус 2y равен 35. Снова составляем соотношение коэффициентов при x и y. И одновременно делим 1 на 35. Смотрим. 1,5 так относится к 6, как минус 1,15, так минус 2. Равенство выполняется. Но в знаменателе у наших первых в друге будет 30, а в правой части, в последней, в самой, 35. Значит, в этом случае выполняется условие, при котором система не имеет решений. 0,2x минус 5y равно 11, минус x плюс 25y равняется минус 55. Снова составляем соотношение. И видим, что 0,2 так относится к минус 1, как минус 5 к 25 и 11 к минус 55. Равенство всех трех отношений говорит о том, что система будет иметь бесконечно много решений. 3x плюс 1 третья y равно 10. 9x минус 2y равняется 1. Коэффициенты при переменных не совпадают. Это говорит уже о том, что система будет иметь единственное решение. Больше видео? Подписывайтесь на наш канал.